И тут же, глядя на Сёму, она почти такая же жирная, как вот этот. Чего бы вам его не сожрать? Отрезайте по кусочку в пути. Гляньте на него. Это же ходячий праздник. Пир, блин. А вот у меня тоже, конечно, все время вызывало это глубочайшее недоумение, что пирожок, что Сёма. Ну, там показаны какие-то совершенно страшные испытания, даже в моральном, я уже молчу про физический смысл, которые выпадают на их долю. Вот у вас жирная Сёма, он месяц по этой тундре шарахается и ни хрена не жрет. Питается ягелем. Да. Занимается тебеневкой, как монгольская лошадь, по зиме. С таким как-то. Да. Вот. Постоянно на свежем воздухе занимается физической нагрузкой, ходьбой, добыванием кизика для Мармонтова в компании своих боевых товарищей. Но остается пипец каким жирным, с вот такой лоснящейся, трескающейся просто харей. Да не может быть такого. Если ты ничего не жрёшь и очень много физически работаешь, ты начнёшь тащать. Всё. Любой диетолог подтвердит. Вот я видный диетолог. Подтверждаю. 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 Пирожок там тоже. Вот они половину этих семи королевств прошли пешком туда-сюда. А как он такой жирный остался? Как он таким жирным стал? Ну, стал-то ладно. Бог с ним. Бог с ним. Это мы не знаем, какие у него были бэкграунды в этот момент, где он там ел, где жил. Может, воровал или там при кухне находился. Пёс его знает. Но потом-то что? Вы же описываете, что им постоянно нечего жрать, и они кого-то тащатся. Ну, на свежем воздухе, да. Там всё это быстро прекратится, блин. Обиженный Сёма, которого предложили следить, выбегает.